Теперь по поводу музыки, музыкального слуха. Я вам скажу так, что музыка играет огромную роль. Музыка имеет огромное количество влияния на самом деле на человека. Когда ребенок слышит музыку, он начинает чище воспринимать все, что происходит. Это должна быть классика поначалу, которая изначально дает очень хороший уровень развития слуха. Также вы можете добавлять музыку в Сузуки. Опять же, на странице Дети Гений более летально я рассказываю, что такое метод Сузуки. Это метод воспитания таланта великого Сузуки. Сузуки – это скрипач, который начал играть на скрипке только в 17 лет, то есть во взрослом возрасте. И прописал программу, по которой занимается сейчас весь мир. Она очень популярна, эта программа. Она игровая, через веселые игры, через много подвижности, то, что является природным форматом развития ребенка. Ребенок изучает эти все моменты, эти навыки, играет на скрипке, радуется и получает большое удовольствие от музыки. И это любовь к музыке. Она дает чистый канал информации, хорошее настроение, предугадывание. То есть вот эти мелодии, эти мотивы, которые есть, они дают предугадывание. И они, эти предугадывания и построение последовательности, оно используется даже в процессе обучения и в процессе математики. Что такое последовательности? У нас с вами есть мелодия. То есть есть длинный звук, короткий, высокий, низкий, разные звуки, которые ребенок ваш слышит. И он начинает простраивать эти последовательности. Они помогают потом обучаться. То есть в музыке миллион всего, что на самом деле дает ребенку возможность нормально заниматься. Поэтому ее нужно добавлять с момента рождения. Это классика. Она может быть совершенно разная, но она действительно помогает ребенку чувствовать и свое тело в итоге потом. Потому что музыка помогает двигаться, танцевать, да. Ощущение своего тела делает, знаете, последовательности, о которых я говорила. То есть там очень много всяких преимуществ. И, ну, наши дети любят ее и занимаются ею. И это тоже влияет на то, насколько быстро они изучают иностранный язык. И, в принципе, насколько рано они начали говорить, у них хорошо была развита речь с маленького возраста. То есть обычно ребенок где-то в полтора-два года, ну, плюс-минус полтора, это девочки. Они начинают говорить фразовую речь. То есть они отдельные слова склеивают в одно предложение. Мама, хочу кушать. Или дай мне яблоко, да. Мальчики ближе там, в двух годах. Ну, у меня вот оба ребенка, там, они уже некоторые фразы начинали говорить в его года три, в годы пять. То есть, ну, вот, начинают склеивать это все в одно предложение. И на YouTube-канале в середине вы можете посмотреть, сколько всего они говорили и так далее. И это все, по сути, несложно, если вы даете возможность ребенку отрабатывать нужные навыки. Значит, на этом мы только не останавливаемся. Что мы добавляем? Далее идет риторика. Это умение убеждать. Умение взвешивать за и против. Да, вот я, например, хочу конфету. Давай, расскажи мне, почему я должна тебе дать конфету. Потому что, например, сегодня пятница, я могу съесть что-нибудь сладенькое. Ну, образно говоря, да. Потому что там я хорошо побегал, использовал энергию, и теперь я могу съесть конфету. То есть, мы не просто тупо даем ребенку запоминание. Мы учим его думать, мыслить. Мы включаем его мыслительные процессы. Параллельно с правильным развитием мозга мы ребенка выводим на то, что он начинает рассказывать. То есть, выговариваться, если говорить вот при простом языке. Вот, как только у ребенка начинает запускаться речь, мы не просто угадываем, да. Там, он тыкнул пальчиком яблоко, да, и мы, мама, о, на яблоко, да, и не мотивирует его. Она говорит, ты хочешь яблочко, да, говори яблочко, да. И вот мы постоянно с ребенком разговариваем. На самом деле, я с момента рождения со своими детьми постоянно разговариваю. Иногда надо мной даже смеялись. Ну, куда ты с ним разговариваешь? Он уже грудничок, он ничего не понимает. На самом деле, он вас понимает, он вас слышит, он все впитывает. И чем больше вы говорили с ребенком вот в этот период, когда он изучал язык с момента рождения до полутора лет, когда он начинает говорить празовой речью, да, тем быстрее, тем легче, тем круче ребенок вас будет разговаривать и изучать иностранные языки. Значит, разобрались с риторикой. У нас есть отдельный курс вообще риторика. Это такой вот high level, да, более высокий уровень того, что можно изучать. И там у нас есть очень много игр. У нас, кстати, в старшем курсе есть старший курс ваш ребенок гений. Там тоже есть очень, ну, помимо полной физической программы развития, с года до шести, там 2000 игр и упражнений по лучшим мировым авторам и школам. Мы, кстати, в Англии тоже с детьми занимались и стажировались по этим направлениям, поэтому тоже этим же там с вами делимся. И там есть 250 игр на развитие и запуск речи. То есть вот там как раз вы можете посмотреть, если у ребеночка есть какие-то моменты, которые не доработаны, и вот их можно догонять до шести лет, а там делается максимально быстро. Почему нужна риторика? За, против, отстаиваем свою позицию, ребенок уверенный, ребенок с хорошей самооценкой. Умение самопрезентации. Это тоже очень важный навык. И, знаете, те, кто говорят, ну, а вдруг он там будет врачом или юристом, зачем ему самопрезентация? Самопрезентация нужна каждому человеку. Вы как минимум должны донести свою мысль. Что вы считаете, как вы хотите там рассказать свое мнение, да? И вот если ребенок физически раскован, у него нету каких-то зажимов, там, скромности, да, там, как-то так, если он физически хорошо отработал все эти моменты, да, если интеграция рефлексов произошла правильно, мозг эффективно использует тело и распоряжается им, если у ребенка хорошо развита речь, то он не будет зажиматься, он будет уверенным, он сможет донести свою мысль, ну, и то, что я сказала, не только в работе, но и в личной жизни ему будет намного проще коммуницировать. Можно добавлять из занятий это актерское мастерство, например, в той же музыке Сузуки, в методе Сузуки, у них есть постоянные концерты, то есть обязательное условие это проводить постоянные концерты, для того, чтобы ребенок учился выйти, что-то рассказать, сыграть и так далее. У них такой коллектив, там, этих пупсиков куча, представляете, маленькие пупсики двухлетние, они все с этими скрипочками начинают изучать, как двигать смычками, да, как играть мелодии, то есть все это вы можете на страничке посмотреть, это очень-очень потешно и очень круто. И по всему миру есть эти школы, в которых можно заниматься. То есть, приходим к тому, что, опять же, когда мы занимаемся с вами со сторонним развитием личности, да, делаем упор на физическое, интеллектуальное, эмоциональное, самостоятельное, духовно-нравственное развитие и социальное, тогда не происходит перекосов и у ребенка нету таких определенных проблем с речью. Значит, речь у ребенка начинает активно развиваться с момента рождения и до шести лет, это вот тот сенситивный период, который нужно ловить. Все начинается с физического развития, потом это переходит в сенсорное развитие, которое мы добавляем, интеллектуальное развитие, и, по сути, все занятия, которые вы даете ребенку, должны быть веселыми. Я мама-практик, я мама, которая занимается очень многими разными направлениями с детками через веселье, через любовь, через эмоциональную связь, через то, что я их вовлекаю в классные игры, через мою мотивацию, через мое вдохновение детей. И, естественно, самое главное, чтобы ребенку было интересно, потому что вы наверняка столкнулись с проблемой того, что вы пытаетесь заставить ребенка что-то сделать, но нет его внутренней мотивации, то есть заход не с той стороны, образно говоря. Есть такое правило прикладывания ответственности. Если мама на себя взяла ответственность, что я должна накормить себя ребенок, да, она будет за ним бегать, стараться уговорить, играть там с бубном, чтобы ребенок только ротик открыл, ставить мультики, что является страшной, кстати, очень ошибкой, потому что мультики, они притормаживают процесс развития речи в том числе, да, ребенок смотрит, он там привыкает к тому, что мелькает быстро сменяющаяся картинка, никакой информации она не несет, есть проблема потом с концентрацией внимания, есть проблемы с тем, как ребенок вообще фокусируется на скучном чтении, да, вот, то есть ему будет потом скучно и не очень здорово читать книги. Я просто скажу, вот, например, по нашему опыту, у меня дети очень любят читать, они читают, ну, в принципе, я бы сказала, довольно раннего возраста, то есть пять лет у них полный прорыв произошел, они не читают сами, заходишь, ребенок сам сидит и читает книгу. То есть самый главный принцип для детей до шести лет – это возбудить эту любовь к процессу познания мира, к процессу чтения, к процессу физической активности, это самое-самое крутое, что может быть. Поэтому через игру я также вам буду давать на страничке все эти деньги, вы можете посмотреть через мотивацию, через радость, через вовлечение ребенком в эти процессы, как это все делать. Сказали, что вестибулярный аппарат влияет на развитие слуха, слух влияет на развитие речи, да, и там есть много моментов, почему у ребенка может быть задержка в речи. Сказали о том, что мануальные навыки нужно тренировать. Это если мы говорим про маленьких детей на ворогинах, это хватательный рефлекс, который мы тренируем, потом через старший становится ребенок, тем больше он у вас начинает подтягиваться, да, сам, и потом он уже тренируется на страничке, и дальше идет перехват на рукоходе, то есть это все тоже буду рассказывать. Также есть целый комплекс упражнений, которые тренируют группу мышц на руках, и это что? Это влияет не только на речи, это влияет на то, как ваш ребенок будет в школе писать, будет ли у него уставать рука, будут ли проблемы с почерком, или будет наоборот нормально все делать, и никаких проблем не будет в этом направлении. Мануальные навыки влияют на внимание, на воображение, на мышление, на память, на наблюдательность, на речь, на миллион, всего. Поэтому мануальные навыки тоже добавляем постепенно. Плюс, когда ребенок становится старше, у него добавляются еще бимануальные навыки, то есть это две руки, два полушария, которые мы задействуем, да, и когда ваш ребенок начинает писать какой-то рукой, они вообще определяются. У каждого человека есть ведущий глаз, ведущая рука, ведущая нога. Ну, когда вы закрываете глаз, тот, который остался, который открытый, да, он ведущий, рука, которую вы пишете, нога, которой вы первой поедете на лед. Вот закройте глаза и представьте себе, какая нога у вас первая поедет на лед, если перед вами лед. Я вообще сноубордистская, профессионально каталась на сноуборде, и у меня на сноуборде левая нога все время уходит вперед. То есть у меня ведущий правый глаз, правая рука и левая нога То есть оно иногда вот так вот бывает, не обязательно по одной стороне Но мы не должны давить на ребенка, чтобы он выбрал, какая у него ведущая нога, рука сразу Или, например, знаете, часто родители что делают? Они дают ложку или карандаш или кисточку в определенную руку, в правую Помните, как переучивали в Советском Союзе левшей на правшей и так далее? Возможно, у кого-то тоже кто-то попался на такую ситуацию Так вот, почему этого нельзя делать? Потому что если ребенок пишет левой рукой, значит у него талант вот здесь вот в правом диагонали И когда вы переучиваете его писать правой рукой, то вы теряете часть его таланта и часть его возможностей Все дети при рождении обладают огромным количеством талантов Если мы его развиваем, то ребенок становится в итоге кем? Человеком, который понимает себя, свои сильные стороны, который занимается любимым делом А человек, который занимается любимым делом, это счастливый человек Он им горит и это, естественно, притягивает других людей Естественно, это дает еще дополнительно много преимуществ финансовых и удовлетворения от того, что ты делаешь По сути, моя задача воспитания моих детей и все, что базируется в нашем проекте Это, естественно, через любовь, через правильные знания о нейрофизиологии ребенка Найти талант, помочь ему понимать себя, свои таланты, свои сильные стороны Помочь этому ребенку, его довести до уровня апгрейда То есть увеличивать, скажем так, свой талант в том, чем тебя уже природа наградила Ну и, соответственно, такие люди, они будут реализованы, счастливы, успешны и так далее То есть вот это основная идея проекта «Все дети в день» Найти этот талант и его раскрывать Значит, бимануальные навыки Сказали, да, что нужно использовать бимануальные навыки У вас будут в программе практических кузов Если вы захотите присоединиться, там будет очень много упражнений Которые называют и мануальные навыки, и бимануальные навыки взаимодействия Левой-правой руки и так далее Простой пример еда двумя руками У меня дети кушают люкой и ножом После Англии они тоже стали больше кушать вилкой и ножом И там сидят такие, знаете, пупсики на два годика И они абсолютно спокойно управляют ножиком и вилочкой Если вы боитесь давать ножи настоящие, давайте пластиковые с тупым краешком И это уже будет давать возможность ребенку управлять бимануальные руками Развивать его гимануальные навыки И при этом, опять же, задействовать два полушария морга Субтитры создавал DimaTorzok